Привет! Я Юрия, художник из Лондона. В центре, в эсминстере у нас сложно что-то записывать. Вы слышите, какой шум летают самолёты, строители. Но я попытаюсь. Вот, вроде как нашла более-менее спокойный промежуток времени. Сегодня мы с вами поговорим про арт-терапию. Дословно, арт-терапия переводится как «исцеление искусством» или «исцеление через искусство». Творчество – это самый эффективный и безопасный, и действенный способ расслабления на сегодняшний момент. Возможность посмотреть на привычные вещи под новым углом. Вы когда-нибудь рисовали зависть? Или вы плёскивали гнев на бумагу? Это сродни вот что-то такое, знаете, как попутчик в поезде, когда чужому человеку легче открыть душу. Так и тут. Вы выливаете свою боль и травму на бумагу. Как говорится, бумага всё стерпит, а вы ей отдали свои эмоции. Кстати, пока рисуете, могут прийти ответы на очень многие вопросы, которые, казалось бы, не имеют решения. Вот, например, вчера расскажу вам историю со мной. У меня в течение двух недель работал дифозер, откачивал воду из бетона, из комнаты. Хозяин наплевательски относится к своим обязанностям. По содержанию квартиры ванна очень много месяцев, видимо, текла, что бетон промок насквозь, и там было море воды. Вообще уже в комнату всё это пошло. Ну, в общем, короче, вчера пришёл счёт за две недели 5000 футов за электричество. У меня сказать, что у меня пропал дар речи, это ничего не сказать. В общем, я думала, 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 ничего не приходит со всех сторон. Получается, что хозяин будет верещать, орать, денег платить не будет, а наоборот, дело чуть ли не до выселения дойдёт, что я ему предъявила такой счёт. Ну, в общем, короче говоря, к вечеру я пошла рисовать, немножко поработать. Вот над этой своей картиной, вы видите её от меня. С левой стороны, это безумный мир. Это как раз я начала эту работу, графику сделала, когда мне отказали выставки с русским портретом русского моряка в мейл-галерее. И меня это так взбесило, что вот мир так устроен сейчас, что вот получилась эта картина. Ну и, собственно, как бы пошла выплёскивать свои негативные эмоции, как говорится, на неё, потому что вы видите, да, рай, ад, то есть как раз вот всё с этим связано. И вчера я, и вчера как раз вечером я занималась тем, что я искала наиболее удачный вариант изображения ангела и как бы подавила немножко ад, потому что он прям уж ярко выделялся. И вчера я его как бы подавила. Да ну, что вы думаете, сегодня с утра проснулась, пришло максимально положительное решение на сегодняшний момент. Я думаю, что после консультации с адвокатом он подтвердит, что я выбрала правильный путь. Ну вот, то есть как бы я, видите, я уже сегодня смогла сесть, написать текст и начать монтировать вот это вот видео по арт-терапии. И мне есть что вам сказать. Название арт-терапия говорит само как бы за себя. Арт в переводе с английского означает искусство. То есть, попросту говоря, арт-терапия – лечение искусства. Направлений в арт-терапии в настоящее время очень много. Это и кинотерапия, и сказкотерапия, и фототерапия, и изотерапия. В моем случае это изотерапия. Поскольку я профессиональный художник второго уровня, по версии Гильдии художников Великобритании, то как бы могу разрешить себе сие творчество. Изотерапия как метод психологической коррекции – одно из самых популярных сейчас направлений. За рубежом оно довольно-таки успешно работает, в России еще не очень, там вообще тяжело, как всем начинаниям. Ее суть – использование искусства и процесса рисования в педагогических и терапевтических целях. Взаимодействие с пациентом происходит в процессе рисования, в процессе создания произведения искусства. Потому что любой у вас рисунок, который вы сделали, – это произведение искусства. Другой вопрос, что он не раскручен, что вас еще никто не знает, поэтому никто ничего покупать не будет. Но представьте на минуточку, если бы то же самое сделал, допустим, Леонард да Винчи, посмотрите, сколько стоят его рисунки на аукционах. Или Пикассо, например, какой-то набросок. Поэтому никогда не говори никогда. Иногда таланты открываются очень нежданно. Знаете, мне кажется, что в последнее время мы забываем мечтать и видеть радость в простых вещах. Вот почему-то идет гонка за чем-то громоздким, большим, уже приобретенным славу, вот что-то такое. А ведь у нас очень много мелочей, которые нам приносят радость. Понимаете, вот цветочки в саду, вот даже те же самые картины сидишь, рисуешь, животные. Уже доказанный факт, что когда человек занимается творчеством, он или она входит в гармонию со своей природой. Вы постепенно уходите от стресса, вы как-то погружаетесь вот в этот мир, который вы рисуете, и у вас начинают идти положительные эмоции. Это я вам совершенно точно говорю на своем примере и на примере очень многих людей. Поэтому арт-терапия – это творческая наука, и занимаются ей творческие натуры, которые тяготят к искусству. Ну, в данном случае с вами буду я, Юрита, художник из Лондона. Пандемия кончилась, начали работать аэропорты, вы слышите, что самолеты летают каждые две минуты. Но, к сожалению, с этим уже ничего я сделать не могу, поэтому надеюсь, что все-таки вы меня услышите. Сегодня июнь 2022 года, и у нас первый сеанс нашей арт-терапии. Поэтому я сижу в садике, вот с картинами, хотела вам показать. То есть вот картина, куда можно положить свой гнев. Вот картина «Вода и лилии цветы» успокоительная, вот такая вот релаксирующая. Ну и, соответственно, куда без наших животных. То есть я просто отобрала эти три картины, потому что они самые яркие представители природы. Надеюсь, что мы с вами будем выстраивать отношения доверия. Кто меня знает, приветствую вас на моем канале. Рада, что вы тут. Кто к нам присоединяется новенький, тоже добро пожаловать. Вот на пикнике в парке Баттерсе, на днях, мы делали такую коротенькую, такой анонсик. У нас очень много дам, которые имеют специальность в разно отдельно взятых направлениях. И как бы все они связаны так или иначе со здоровьем, включая вот эту арт-терапию. Потому что сейчас, после пандемии, вот эти все события, которые вокруг нас, плюс всякие вот эти энергетические вопросы, как-то счета за электроэнергию. Проход, господи, ужас какой. То есть, понимаете, мы все находимся так или иначе в стрессе. Как-то надо из этого выкручиваться. Давным-давно доказано, что если вы будете постоянно в стрессе, вы все равно не решите свои вопросы. То есть, время идет, проблема усугубляется, но она не решается вообще. Чтобы решить проблему, надо начать логически правильно думать. Соответственно, надо сначала войти в состояние равновесия. Самим собой, в первую очередь. Некоторым надо отключиться от всего мира. Некоторым надо вот какой-то просто промежуток времени. Но это надо сделать. Наши занятия будут проходить онлайн. На данном этапе, мне кажется, это пока самое удобное, потому что все живут в разных концах страны, города, мира вообще. И встречаться не всем всегда удобно, потому что люди работают. Опять-таки, это, понимаете, когда у вас неделю единственный выходной, ехать там куда-то на другой конец города, то есть, тоже может быть не очень комфортно. Поэтому я предполагаю проводить занятия где-то минут по сорок. Я надеюсь, что периодически, конечно, мы будем встречаться. Но в большинство случаев, наверное, мы все-таки будем делать это онлайн для вашего удобства. Чтобы больше человек могли воплотить эти советы из жизни. Итак, представьте себе, что вы в классе, что это не онлайн. Мы с вами группа художников. Я арт-терапевт. Вы художники. Мы все с вами сидим за одним большим столом в галереях. Во время сеанса может быть включена музыка. Немножечко приглушен свет. И я буду предлагать вам выполнить какое-либо задание. Естественное рисование, безусловно. Ну что, берите чаек, кофеек, бумагу, карандаш или ручку. Садитесь поудобнее. Начинаем. Сегодня у нас первое знакомство. И вот вам сразу упражнение. Нарисуйте свое имя. Имя это как... Это особенность человека каждого. И когда человек рисует свое имя, он его рисует так, как он себя представляет. И как он хочет о себе заявить другим. Рисунок это всегда повесть, диалог. Я вот сейчас подумала, знаете, я ожидаю, что вы мне... Так, вертолет улетел. Я ожидаю, что вы на e-mail мне пришлете свои работы. И я сделаю отдельный выпуск онлайн-галереи ваших работ. Экспозицию ваших рисунков и ваши комментарии. Свои комментарии можете оставлять в обсуждении. Ссылочка на сайт и e-mail внизу под роликом. В описании. Пока вы будете рисовать свое имя, я поставлю спокойную музыку и расскажу вам о себе. Почему я решила этим заняться. Немного расскажу из истории арт-терапии, что тоже достаточно интересно. В конце видео я дам вам некоторые рекомендации и расскажу, как мы с вами будем жить дальше. в наших занятиях. Итак, как я решила стать арт-терапевтом? В свое время арт-терапия помогла мне лично. Ну, правда, тогда у меня даже мысли не было о том, что это она есть. У меня умерла собака. Умерла у меня на руках. Рак мозга. За три дня до смерти у него в голове лопнула опухоль. Кровь залила ему все глаза. Он ослеп. Я положила его в госпиталь. Пять дней под капельницей не помогли. Мне просто врач позвонила в 11 утра и сказала, приходите. Я когда пришла, они его мне принесли. Я поняла, что они принесли мне его прощать, что он умирает. Я не смогла его спасти. На следующий день я вылетела из Лондона. Я полетела к иконописцу Сергею Минину своими освещенными кисточками. и он мне написал масико портрет. Я вернулась в Лондон и за два месяца написала 8 портретов собаки. Все эти портреты залиты моими слезами. Порой я даже не видела кисточку. Я так рыдала. Сергей был все время со мной на связи. Консультировал меня. Поддерживал. Сейчас я понимаю, что это была арт-терапия, к которой я сама пришла интуитивно. Сама не понимаю того, что это вот такое есть. Это мне помогло. Правда. Это мне помогло выплакать все слезы, научиться жить с этой болью и опять приступить к работе. Я много занималась творчеством, будь то рисование, видеомонтаж, написание статей. Это невероятно вдохновляет. Когда я сама развиваюсь и помогаю другим, когда вы пишете свои комментарии и вам нравится, у меня просто желание творить все больше и больше и создавать еще что-то. Это невероятно. Я хочу вот сейчас это с вами делиться, вот этим всем. Мое обучение не заканчивается и по сей день. Сейчас я выхожу на новый уровень. Я жду место в Университете Лондона по курсу арт-терапия. Вот этот вот мой проект арт-терапия, он задуман как перенесение опыта арт-терапии на территории современного искусства из кабинета врача в арт-галерею. Это как раз к теме, что я планирую сделать выставку ваших работ онлайн. На занятиях арт-терапевт всегда предлагает спектр материалов, как говорится, куда рукав, у кого потянется. Кому-то нравится работать с красками. Кто-то любит лепить, кто-то любит работать с песком, пересыпать через пальцы. На занятиях люди не копируют друг друга, каждый делает, к чему у него душа лежит. Такое вот еще иногда называют интуитивная живопись. Я вам покажу, как это делается на следующих уроках. В данном случае художественные навыки технически, они не нужны. То есть вы рисуете интуитивно. Технику можно приобрести потом. Мы с вами все условно здоровые люди. Мы же не роботы. Мы не можем переключаться по щелчку. На всех нас влияют стрессы, недосыпания, шумные соседи. Сейчас мы все находимся в состоянии выжатого лимона после того, что мы уже прошли, что нам еще предстоит пройти последние три года. Не видно никакого пока просветления к лучшей жизни. Вы видите. Мы все так теперь живем. Мечтаем мы только об одном. Выбраться в тишину. Это тоже теперь не дешево и не всем доступно. В любом случае, проблемы никуда не деваются. И надо как-то их решать. Даже если вы куда-то уедете на море, вы поменяете внешнюю обстановку, но не внутреннюю. Внутри у вас все равно останется вот этот сгусток негативной энергии, куда лучше выкинуть на холод. Пусть он соберет. Арт-терапевтические занятия как раз помогают поддерживать и сохранять состояние психического здоровья. Арт-терапия накоплен большой опыт разрешения внутренних конфликтов личности, ее развития и интеграции в социум. Показанием к арт-терапии является депрессия. Как раз на минуточку Черчилль с помощью изобразительного искусства около пяти лет минимизировал депрессию, которую он называл черная собака. Так он определял угнетенность своего духа. Также помогает арт-терапия при неразрешенных конфликтах, при низкой самооценке, тревожность, фобии, неудовлетворенность, психотравмы из-за общения с другими людьми. С помощью арт-терапии возможно достаточно легко найти выход. Кисти и бумага не так пугают человека, как открыть душу другому. Как я уже говорила, синдром попутчика в поезде. Через творчество реально выразить страх и болезнь, чувство одиночества, найти утешение. Также творчество отличный повод в сближении с близкими. Уже большое время назад врачи по всему миру начали отмечать положительную динамику, понимание эмоций и помощи в проживании и состоянии человека. История возникновения арт-терапии очень интересна. Термин арт-терапия пришел к нам от англоязычных народов из Великобритании и Америки. Там, в кругу художников, и родилось это понятие. Ведь первыми арт-терапевтами были именно они, художники. Ветеранам Первой мировой войны в одном из госпиталей Англии предложили заниматься скульптурой. Оказалось, что те, кто посещал художественную студию, реабилитировались быстрее. Термин арт-терапия вел в употреблении художник Адриат Хил в 1938 году при описании своей работы с туберкулезными больными. Аминь. 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 Продолжение следует... Так что, как я продюсер, он поставил его, где я хочу, и он может быть полным, что мы называем, «анимативный репост». Ну, последнее, конечно, у нас есть сценарий. Я буду делать на самом деле, на самом деле, на самом деле. Эти методы были применены в США в работе с детьми, вывезенными из фашистских лагерей смерти во время Второй мировой войны. А если быть точнее, то с вывозами во время зим, зимнего периода времени. В периоды продвижения в Западной Европе освободительных сил под командованием Америки большое количество городских поселений, сел и ферм разрушалось. Как авиационными налетами, так и окопными столкновениями. В меру хода сил из-под немецко-фашистского управления освобождались узники, половина из которых было малолетние дети. Потому как безопасная обстановка проживания, уничтоженная в Европе, отсутствовала, штатовское командование приняло решение эвакуировать несовершеннолетних детей в Америку. Представлялось, что детям все хватало. Продовольство, бесплатный кров, лекарства. Однако в реальности все было не совсем так просто. Дети были напряжены, дети пребывали в различного вида эмоциональных нарушениях, страхах. И тогда на выручку пришел художник, выдающийся психоаналитик Андриан Хилл. Еще с 1936 года он вел в туберкулезных диспансерах эксперименты. Исправлял душевное состояние пациента с помощью рисования. Адриан полагал, что любой объект созидания, созданный свободным человеком, является отображением бессознательного психологического процесса данного больного. Увидев подавленных страхом узников и герей, Хилл сейчас же взялся за труд и начал проводить с пациентами процедуры по рисованию, лепке, созданию инсталляций моделей. Это показало весьма захватывающий плод. Немного спустя какой-то момент узники начинали чувствовать себя бодрее. Пациенты прекратили переживать. Итоги вдохновили большинство авторитетов. И в 1960 году была создана Американская арт-терапическая лига. Потом она разошлась по всему миру. Уверена, все сейчас задают вопрос. Я сама могу купить краски, включить музыку. Зачем мне кто-то нужен рисовать? Отвечаю. Процесс арт-терапии – это всегда сопровождающий процесс. Компания, мучиливый собеседник, наблюдатель, кто вам поможет, когда вы застопоритесь. Ведь в разные моменты рисования человек может начать потеть, краснеть. В зависимости от того, какие чувства он выплескивает на бумагу. Что он переживает в этот момент. И не всегда человек может это отследить. А вот когда рядом находится специалист, он всегда придет на помощь. Эти работы можно обсудить, оговорить. Вот знаю, еще есть такой момент. Вот некоторые думают, что вот когда они дома делают ремонт, красят стены, например, да, будет ли это тоже арт-терапия. Ну, наверное, я бы сказала, что скорее это хобби. Это скорее процесс творческого самовыражения. Если же в процессе покраски той же стены человек обсуждается с специалистом свои эмоции, переживания, что вот он имеет в этот момент, таки тогда да, тогда это можно отнести к арт-терапии. Ну, и пару советов напоследок, как заниматься арт-терапией дома, самому. Одно из самых действенных упражнений – это рисовать. Рисовать каждый день. Купите блокнотик, купите ручку и зарисовывайте все, что с вами произошло за день. Вот, наверное, вы видели, Леонардо да Винчи любил так вести дневники и рисовать. У него на одной странице можно увидеть, как бы, последовательный текст относительно одного какого-то объекта, и вдруг в углу какой-то там портрет какого-то, например, мужчины или какой-то дирижабль, который вообще не относится к тексту. Рисуйте по-разному. Рисуйте карандашами, рисуйте красками. Можете делать аппликации, вырезать из газет, из журналов, чего-то там склеивать. Есть раскраски для взрослых. Есть более сложные раскраски, называются мандала. Но там, конечно, мандала, там надо иметь хорошую нервную систему. Не знаю, поможет ли это вам погасить нервное напряжение. Там надо иметь уже такой хороший опыт. В общем, заберите свой набор для рисования. Карандаши, ручки, фломастеры, краски. Будем с вами рисовать. На следующем занятии я предполагаю порисовать акварелью. Уже практическое занятие никак. Сейчас такая вот как бы лекция, теория. Соответственно, акварельные краски, банки с водой, акварельная бумага. На следующее занятие я предполагаю, что мы будем рисовать с вами Наверное, что-нибудь из цветочного поля, интуитивной живописью. Нам понадобится акварельная бумага, акварель, баночки для воды, кисточки. Ну и подстелить что-нибудь такое целлофан, чтобы краска не стекала на пол или не испортила вам вещи. Пока-пока, на сегодня все. Вот дождались моментов, когда переревок между полетами самолетов. Вот так вот жить в центре Лондона. Сам Бог велел рисовать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...